Ну а пока одни приезжают, другие активно покидают страну в поисках хорошего заработка. Разница в курсах валют многих сподвигла искать работу за границей. Причем уезжают не только высоко квалифицированные кадры, но и простые рабочие. Далее Насипова продолжит. Учитель английского языка Айдана Абдекул сейчас живет и работает в Турции. В Стамбул переехала почти год назад из Алматы. Все ради развития и возможности получить международный опыт. В начале у меня была адаптация, я очень сильно стрессовала, хотела домой, обратно вернуться в Казахстан. Потому что в свою зону комфорта я жила с родителями, у меня была работа. Я работала в госутверждении, конечно, у меня были какие-то сомнения, получится ли у меня или нет. Но в итоге получилось. Таких историй с каждым годом все больше объявлений о работе за границей в Казнете хоть отбавляй. Вакансии предлагают самые разные. Требуются высоко квалифицированные специалисты и самые простые разнорабочие. Компания Курмета Аубакирова отправляет казахстанцев на заработки в Арабские Эмираты, а также учиться и работать в США. И желающих очень много. Если 3 тысячи зарабатывают, то где-то 500-1000 долларов как-то у них в кармане остается. Что невозможно сказать в нашей стране, к сожалению. Если 250-300 у тебя заработок, в принципе, ты так и тратишь. И в финале у тебя ничего не остается. На заработки казахстанцы едут как в ближнее, так и в дальнее зарубежье. В основном это Россия, Турция, Корея, Китай, США, Восточная Европа. Многие заграничные работодатели обеспечивают сотрудников временным жильем, питанием и развозкой. Если верить статистике, Казахстан в прошлом году покинули 29 тысяч человек. Уезжали в основном врачи, учителя и экономисты. За первую половину этого года уехали 5,5 тысяч казахстанцев. Даля Насипова, Нуркентук, Мурзин, Информбюро, Нурсултан. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро. Когда нужна честная информация.